История годовалого Димы Семенина отличается от всех, что бывали в нашей программе раньше. Впервые мы встречаем малыша, чье лечение началось уже спустя две недели после рождения. Обычное детство у этого ребенка пока и не начиналось. Но с другой стороны, у Димы есть все шансы уже через несколько лет стать абсолютно здоровым ребенком. Лишь бы нашли средства на оплату срочного лечения. Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенку поет. Вдруг упала шишка прямо мишке. В лоб! Мишка рассердился вот так и ногою топ. Молодец, топ ногою. О том, что Димочка родится не таким, как сверстники, во время беременности Светланы диагностировано не было. Проблемы с ручками и ножками стали заметны при первом же осмотре малыша сразу после рождения. Уже из роддома Диму выписывали с точным диагнозом в медицинской карте. Это было видно, то есть если маленькие дети, ручки они держат соответственно в кулачках, то наш ребенок, мой ребенок, он просто до него были прямые. Сразу видно было, что он не двигает ими. Вот. И у ножек была большая контрактура, так называемая, это неправильно развитые нижние конечности сустава, то есть они были повернуты вовнутрь. Нам сказали в роддоме, то есть, ну шок был, конечно. Конечно был шок, потому что беременность я отходила очень хорошо. То есть несмотря на свой возраст, я отходила хорошо беременность. Врачи говорили, что очень хорошо у меня все. Все очень замечательно. Лечение Димы началось с двухнедельного возраста. Весь первый год жизни малыш пробыл в гипсах, которые фиксировали ножки в нужном положении. Благодаря этому удалось исправить деформацию суставов ног. Мы начали гипсоваться. Вот в нашем заболевании самое главное, вот это вот этапное гипсование. Мы гипсовались целый год. Нам выправляли вот эту так называемую косолапость, неправильно сформированные конечности на ногах. Вот. То есть мы периодически проходили между ними реабилитации. Нам снимали гипсы на время реабилитации. И мы проходили, нам снова одевали гипсы. То есть это буквально было вот на две недели, и мы снова ходили в гипсах. Первые дни вообще у нас было, когда мы загипсовались, нас первый раз загипсовали. Он у нас плакал почти двое суток. То есть у нас мы не спали. Ребенок у нас не спал. Я была готова снять эти гипсы. Но здесь папе у нас большое, конечно. Да, огромная, конечно. Ему вот выдержка, его вот эта вот мужская вот и все, что он… Я практически к нему не подпускал, чтобы вот у меня этих слез, вот эти нервные срывы, хотя у него… у самого были слезы на глазах. Артрогриппоз – очень редкое заболевание скелета у новорожденных. Ответа на вопрос, что способствовало его появлению, нет. На сегодняшний день науке известно более 150 факторов, предположительно влияющих на появление артрогриппоза. До конца врачи не установили, почему оно вообще именно такое заболевание. Редко оно передается по наследству, но по наследству у нас нет. Вот, чаще всего оно зависит от того, что женщина беременная переболела в начале беременности инфекционными какими-то заболеваниями. Это либо простудные, либо какие-то такие инфекционные заболевания. Да, но ни того, ни другого у меня не было. То есть я достаточно рано встала на учет, сразу меня проверяли, ничего такого не было. Поэтому, почему ребенок такой, здесь вообще однозначно сказать нельзя. Это заболевание скелета. То есть это плохо развитые мышцы, они, собственно, не сформированы, они вот в процессе жизни сформировываются. Это нарушение контрактуры рук, то есть это неправильно сформированы суставы, начиная с плечевых, локтевых, лучезапясных. То есть лучезапясные суставы, здесь проблема вообще такая как бы большая. У ребенка нет захвата, потому что неправильно сформирован сустав, то есть неправильно сформировано сухожилие. В Димином случае болезнь поразила большинство суставов рук и ног. Совершать даже простейшие движения, вроде поднятия рук вверх, малышу непросто. Разминать суставы помогает гимнастика. Она – основа всех достижений ребенка. Без занятий дома никакое лечение в специализированных центрах попросту не поможет. Комплекс упражнений ребенок выполняет до 10 раз в день. Каждое занятие длится 20 минут. Ребенок, когда родился, он даже не мог поднимать руки, они у него висели как плети. На сегодняшний день мы можем их лежа пока поднимать, то есть играть игрушками в подвешенном состоянии, которые находятся. Он хорошо переворачивается на живот, на спину, то есть делает очень много круговых движений. В соответствии, когда лежит на животе, он может играть игрушками сам. Ну и последний у нас, значит, конек – это мы умеем пальчик в рот засовывать, и нам это доставляет огромное удовольствие. Это достижения, то есть вообще какие-то движения либо руками, которые он манипуляцией делает, это вообще для такого заболевания это очень большое достижение. Потому что все остальное это будет делаться оперативно. За те полгода, что прошли с момента нашей первой встречи с Димочкой, в жизни малыша произошло немало важных событий. Самое главное – семья, наконец, дождалась квоту, и Диме начали проводить серию хирургических операций. У нас была операция первая, наконец-то. Нам сделали правую ножку, прооперировали. Операция прошла удачно. Немножко были проблемы там у нас, но все равно сделали все, что хотели. Нам делали ступню, нам исправляли вот ту самую косолапость. Но там по медицинским терминам я особо не буду говорить. Там, в общем, пришлось немного кости ломать, чтобы поставить на место ему ножку. Вот, с левой будет происходить то же самое. Светлана уже видела Диминой ножки после операции. Правая теперь правильной формы. Даст Бог, через несколько месяцев после второй операции малыш уже сможет вставать на ноги и ходить. Я видела все, у нас уже такая красивая, красивая прямая ножка, замечательная. Правильно, да, в правильном положении, как она должна быть у всех детей, у всех людей и у нас такая же. Вот, когда мы сделаем вторую операцию, пройдет какое-то время, три месяца в гипсах мы ходим, мы после этого наденем тутеры, чтобы обратно не ушло это все у нас. И мы сможем вставать на ножки. Мы сможем вставать на ножки, но, скорее всего, нам понадобятся специальные аппараты для этого, потому что в ягодичных, в ягодицах недостаточно мышечной массы, которую мы сейчас стараемся наращивать. Несмотря на тяжелый операционный период на ногах, семениным нельзя откладывать упражнения для мышц спины и рук. При демочкином диагнозе нельзя останавливаться в упражнениях даже на неделю. Суставы, пораженные артергриппозом, могут потерять подвижность. Мы приобрели массажер специальный, который нам физиотерапевт сказал приобрести в Санкт-Петербурге. Мы сейчас занимаемся ударением на мышечную массу делаем. То есть мы ходим также все равно в здоровое детство на массажи, на иглорефлексотерапию, на боботтерапию обязательно, потому что нам останавливаться в любом случае нельзя. Пусть даже ножки загипсованы, но ручки, спина обязательно должны быть, разработки обязательные. Прошлой осенью Дима также проходил курс реабилитации в здоровом детстве. Оплатить его удалось благодаря вам, неравнодушным зрителям телеканала «Союз». Мы научились сидеть самостоятельно, хорошо. Немножко с помощью нас, но встает, садится сам. Он начал приподнимать ручки, в руках держать бутылочку, в положении, правда, лежа, но тем не менее. Для нас это очень большая динамика. То есть он лучше стал играть игрушками, у него сильнее стали руки, зрение намного улучшилось у нас, лучше фокусирует взгляд. Во-вторых, он стал нас узнавать, узнавать издалека. Не то, что только раньше, если он только вблизи узнавал, то сейчас издалека уже нас узнает. То есть он даже на улице, вот мы гуляем, мы видим, как он на птичек реагирует. Если раньше он их перед собой не видел, то сейчас мы видим, что он видит. Животных видит, он птичек видит, он детей видит. То есть он понимает, что это ребенок идет, он пытается общаться. То есть видно, что намного улучшилось зрение. Уже в начале мая Дима ждут в Санкт-Петербурге на следующую операцию. Малышу исправят и загипсуют левую ножку. Сразу по возвращению нужно приступать к курсу лечения рук. Пока Дима находится в гипсах, дорога на бесплатную реабилитацию для него закрыта. А ждать до осени, когда снимут гипсы, нельзя. Если упустить время, в будущем операции на ручках могут не состояться. Нам нужно наращивать мышечную массу. Для того, чтобы в дальнейшем нам сделать операцию на кисти обеих рук. Потому что для того, чтобы ее сделать, нам нужно где-то взять мышцы. На данный момент их негде взять. Поэтому мы сейчас усиленно занимаемся ручками, спинными мышцами и руками. Последние два курса реабилитации семенины оплатили самостоятельно. После операции нагрузку нужно будет увеличить. Средств на дальнейшее лечение у семьи, к сожалению, уже нет. Следующий курс лечения у нас стоит 104 тысячи. Он в себя включает также массажи, боботтерапию. Будет перемешку делать, свойтотерапия нам в этот раз. Иглорефлексотерапию. Обязательно парафин. Электрофорез. Микростимуляцию. Ну, это основной спектр. По времени он будет длиться месяц. После операции на ручках и ножках Диму ждет еще и операция на бедрах. Даст Бог, на этом хирургическое лечение ребенка закончится. Все это время необходимо проходить и активную реабилитацию. К школе с Божьей помощью Димочка уже не вспомнит о своей болезни и всех тех трудностях, что преодолевает сейчас. Но это возможно только в том случае, если удастся оплачивать все необходимые процедуры. Дорогие наши, давайте мы вновь поможем Димочке Семенину. Прошлый курс лечения принес очень хорошие результаты, но останавливать на этом занятии никак нельзя. Димочке очень нужны молитвы и помощь неравнодушных людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова